Избирательная округа 1,2 Ленинского городского округа довольно непростые. Тут тебе и множество новостроек, и частная застройка, и СНТ. Как и в любых новых микрорайонах, есть некоторые проблемы с инфраструктурой и ее доступностью. К тому же в апреле этого года первый избирательный округ остался без депутата. Вплоть до осени его курировала Наталья Литвинова, народный избранник по второму округу. Пока в сентябре в должность не вступил Евгений Усков. Тем не менее, за 2022 год было сделано немало. Одно из самых главных достижений – долгожданный старт строительства пожарного депо у Симферопольского шоссе, которое будет обслуживать около 200 тысяч местных жителей. Писали письмо, обращались к депутату Государственной думы, активные жители микрорайона писали коллективное письмо. Нам удовлетворили. Земля была передана от застройщика в муниципалитет наш, в администрацию Ленинского городского округа. Далее на Совете депутатов нами было принято решение о выделении денежных средств на заливку плиты бетонной. Депутат Совета депутатов по Дрожжино, по Лопатина, по Бутово парк курируют данный вопрос, потому что он достаточно актуален для жителей этих микрорайонов. Ближайшее пожарное депо, которое обслуживает эти микрорайоны, это 28-е, в городе Видно. На сегодняшний момент подготовлена уже площадка и плита залита. К коммуникации все договоры подписаны, ожидают подключения. Само депо будет возведено за счет средств областного бюджета в рамках программы «Безопасность Подмосковья». Пожарное депо на 6 машин выездов, полноценное большое депо, будет и автолестница здесь нести дежурство, и два отделения в расчете. Порядка 65 человек подразделения. Не менее важная проблема – образование. В конце лета в микрорайоне Бутово парк 2 был открыт третий корпус детского сада «Город детства» на 325 мест. Продолжается строительство двух школ на 1100 и 825 мест. Одну из них возводит застройщик, другую финансирует Московская область по госпрограмме строительства объектов социальной инфраструктуры. Также 15 декабря по просьбам местных жителей возле Бутовской школы номер 2 откроется долгожданный большой каток. Современная ледовая площадка уже уложена, айсматы специальные. Здесь предполагаются раздевалки теплые, прокат коньков, место для хранения специальной машины, которая будет за этим льдом ухаживать. Ну и все благоустройство, которое требуется для катка вокруг. Были решены и некоторые транспортные проблемы. К примеру, летом открыли прямой выезд с нового шоссе на Варшавское для общественного транспорта, что позволило существенно разгрузить дороги. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ.